Я немного заехал за Дербент и подъехал к городу Избирбаш, потому что здесь есть гора Избирбаш и смотровая площадка на гору Избирбаш, где мы сейчас, собственно, оказались. Также эта гора называется Пушкин-Тау. Тау, я так понимаю, в переводе гора. А названа она в честь Пушкина, потому что с какого-то определенного места здесь просматривается силуэт лица Пушкина. Где-то снизу надо стоять и смотреть примерно вот на этот маяк, ну, в смысле, на вышку, вот, и там будет прослеживаться лицо Пушкина. Я, конечно, наловить эту штуку не буду, но если вам интересно, то вы можете погуглить. Фотка находится за пять секунд. Вот, заехал я сюда на буси, как видите, но дорожка полное говно, плюс еще ты проезжаешь через мусорную свалку. Это жутко мерзко, потому что я не знаю, какого дебила хватило мозгов сделать свалку на горе, потому что ветер и просто вокруг на километр разлетается мусор, прилепляется к деревьям, к кустарникам. Выглядит жутко мерзко. Я когда обратно поеду, я включу таймлапс, просто чтобы, во-первых, посмотрели дорогу, потому что она достаточно мерзопакостная. Во-вторых, посмотрели в свалку. Ну, это, во-первых, мерзко. Во-вторых, ну, вы просто должны знать, что тут такая дорога, значит, эту свалку. Может быть, вам тогда не захочется сюда ехать, потому что, ну, окей, я могу пережить это, а может быть, кому-то, ну, типа, совсем плохо станет. Кто-то слишком ревностно к природе относится. Я очень ревностно отношусь к природе, но тут, блин, к сожалению, я ничего сделать с этим не могу. Вот, а так, по факту, очень прикольное место, очень классно тут все выглядит. Как видите, тут погодка повеселее. Солнышко, немножко облачков, отличный вид на город из Барбаш. Вот я оттуда приехал, там, где-то Дербент, и вот туда мы едем, там где-то Махачкала. Кайф, кайф. Вот так вот. Ребята, хотите супер тупую хрень на ночь глядя? Это просто вот, типа, бах! Я над Махачкалой, над столицей Дагестана. И здесь интернет, сраный 3G и минус 18 децибел. Синер который. Что происходит? Почему я в лютой жопе ловлю 18 мегабит, а здесь я смотрел, там, два с половиной. Я не знаю, что это за хрень, но, короче, меня это вообще убивает. Приехал в Махачкалу, называется, в интернете посидеть. Так что буду читать книжку. Всем пока! Всем доброе утро, друзья! И это последнее доброе утро, к сожалению, в Дагестане. Я сейчас на Тар-Китау. Это Махачкала. И мы начинаем этот последний день здесь. И сейчас мы отправляемся в Бахрам-Сарыкум, а потом уже Питер через Астрахань. Погнали! Так, 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 ребятки, погодите, погодите. Меня глючит или нет? Меня глючит или нет? Подождите. Ебаный Антоха, вы это видите? Охренеть, пиздец. Я не знаю, что это, но мне что-то люто прилетело. Этого не было, блин, это невозможно не заметить. Этой ночью мне прилетела какая-то херня. Пипец, вот это зло просто. Посмотрите, какая огромная шлаебень. Ну, замена лобовухи, походу. Может, не сразу, но по факту 9 тысяч рублей лобовуха новая. У-у-у, Дагестан не хочет меня отпускать. Видимо, он расстроился, что я уезжаю и решил попробовать меня оставить таким путем. Пиз-да. И весело. Вот это стилек. Везут братишку в кузове. Прям как в Таиланде ребят передвигаются. И из-за таких ребят теперь мы едем тридцать. Ну что, ребятцы, последняя точка Дагестана – Бархан-Сарыкум. Это, грубо говоря, песчаная гора посреди обычных гор. На самом деле считается уникальным местом, вторым барханом по величине в мире после какого-то бархана из пустыни Сахара, как ни странно. Он реально достаточно большой. У него длина 12 километров, ширина 4 километра. И высота 252 метра. До сих пор геологи не понимают точно, как вообще он здесь образовался. Есть две теории. Первая теория – это то, что был когда-то очень давно. Большой циклон. Прям супермощный такой циклон, который перенес откуда-то из песчаных мест сюда этот песок. Вторая теория – это песок остался после движения вулканов. Но это теория. На самом деле очень похожее место есть на Фиджи. Я надеюсь, что скорости я начну выкладывать видео с Фиджи. Они будут достаточно убогими по качеству, но все равно я хочу их выложить. Увидите, там тоже есть такое место. Фиджи – это вроде как зеленый остров. И вдруг раз появляется песчаная такая фигота. Очень прикольная. Здесь бывают очень злые, рекордные температуры. До плюс 60 лет. Плюс 60, мать его, я никак в жизни такое на себе не испытывал. Было бы очень интересно. В общем, мне нужно растрясти лютый завтрак, потому что я обожрался чуду с мясом. Поэтому я сейчас пойду наверх и засниму максимально всю красоту вокруг. Да? Да. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Да, бегать по Варханам – это вам не фитнес-хаус ходить. Супер жестко, мышца забилась. Зато, как видите, я наверху. Вон там даже смотровая площадка, следишки ходят. Ну, туда я, наверное, не пойду, там ни хер делать. Сейчас вот на эту большую фигню заберусь, и мне, я думаю, будет более чем достаточно. Вот такой здесь видочек у нас пацанский. Кайф, кайфы, кайфушечки. Интересно, как они забрались. Они по-любому не там тормознулись, где я. Кто его знает, может, еще какие-то есть подъезды вот там, может, где-нибудь. Похер. Ну, че, вот так вот я и добрался до одной из вершин Сарыкума. И мне кажется, здесь намного прикольнее, чем там у ребят на обзорной площадке. Там народу полно, и как-то посередине, не очень высоко. Я выше их, мне кажется, даже. Так что меня вообще все устраивает. Ну что, друзья, отличное место. Я думаю, 8 из 10 оно заслуживает. И, в общем-то, все. Все, друзья. На этом можно завершать эту поездку в Дагестан. Если вкратце сказать, каково это было, было охуенно. А подробно я уже расскажем, когда приеду в Питер и подведу все итоги подробно со всеми там с деньгами, с чем сломалось, что не сломалось, что понравилось, что не понравилось. Все в Питере. Так что давайте прощаться. Спасибо огромное Республике Дагестан. Это было очень круто. Всем удачи, всем здоровья. Ребята, 21 век. Он позволяет нам путешествовать. Путешествуйте больше, люди. Это намного интереснее, чем сидеть дома. Кайфуйте, познавайте этот мир. Вот, что вам желаю. А мы с вами увидимся в новых видосах. Пока не знаю каких, но точно увидимся. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Всем пока. Меня сдуло. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова